Всем привет! Я Лени, художник и комиксист, и сегодня я хочу поговорить о возможностях. Как и многие другие, это видео будет реакцией на чьи-то слова. Эти слова, которые я сейчас прочитаю, были неожиданно об Энксе. Творить искусство больше никому не по карману. Товары для творчества очень дороги. Времени нет. Работа у подавляющего количества людей отбирает все свободное время, и заработки так низки, бег в колесе занимает всю жизнь. Выбраться из повседневной рутины и зарабатывать на свободное время могут только крайне предприимчивые люди, практики, далекие от искусства. Просто описание жизни героя моего комикса. Сперва я хочу сказать, что мне кажется неотражающим реальность определение людей, которые занимаются творчеством, как противопоставление практикам. Конечно, многие из тех, кого я знала, кто рисует, не прирожденные бизнесмены и не имеют коммерческую хватку. Но я думаю, многие люди, которые занимаются многими профессиями, которые называют творческими, не являются прирожденными бизнесменами. И тем более далеко не все из них карьеристы. Мне кажется, про работы и бедность относятся скорее к экономическим и политическим проблемам в конкретных странах из-за конкретных людей, чем характерная черта современности. А раньше будто трава была зеленее. Крепостное право, колониализм, дикий капитализм, мировые войны, массовые репрессии, расстрелянная профессура дворников, профсоюзы всех рисующих Ленина и рокеры-кочегары. Конечно, беды прошлого не отменяют проблем нынешних дней, но давайте подумаем о возможностях. Как и во многих сферах, жизнь художника — это поиск этих возможностей. И мне кажется, она является одной из самых открытых для многих возможностей современности. Потому что она не требует обязательного высшего образования и работы в каком-то большом коллективе. Художники и авторы — не врачи, строители и архитекторы. К тому же постоянные изменения способствуют постоянному обучению. И если это держится в здоровых рамках, как я говорила в видео про обучение и продуктивность, то это становится огромной возможностью и офигенным изменением отношения к обучению, как не к тому времени нубства и унижения, когда ты был мал. И вот оно закончилось, и ты теперь занаток, и всё, то время в прошлом. А обучение стало частью жизни каждого человека, и оно не связано ни с чем плохим. Но всё равно это вызывает переработки. И с этой проблемой, мне кажется, человечество должно как-то справиться, как и с социальной защитой фриланса, того, что открыло возможности для очень многих людей, которые не просто хотят сидеть дома, а, например, не могут работать не из дома, не могут работать в большом коллективе, просто в окружении людей, не могут преодолеть путь до какой-то работы из-за своего здоровья. Просто это является огромным потенциалом для того, чтобы исчезла, по крайней мере, уменьшилась проблема огромных перенаселённых городов. Потому что теперь люди могут работать с очень отдалённых мест, и у них часто нет нужды быть в этом городе, ухудшать его состояние, экологию, и наоборот быть в лучшем для себя месте и комфортном по климату. То, что художник может работать с любого места, это тоже его возможность. Когда я начинала рисовать, многие люди ещё задавались вопросом, могу ли я называть себя художником, если я не прошёл путь художка, училище, художественный вуз, и вот вышел ты художник. Выходящие из такого пути художники часто не знакомы с тем, в какой сфере и как они могут применить свои умения. В то время как те люди, которые буквально учились после школы, после другого универа, после работы, что-то делать в фотошопе более подкованы в этом вопросе. И тут мы подходим к материалам, потому что я купила планшет, потому что мне не хватало денег на краски, и он в огромное количество раз окупил себя. Даже на довольно слабом компе хороший планшет даст возможность и изучать возможности программы. Насчёт программ, подписок и разности заработков в разных странах, я, наверное, отошлю вас к старому видео трэш-смэш про пиратство, потому что я ничего нового и другого не скажу, а оно обширное и интересное. Но всё равно по сравнению с тем, что если у тебя нет возможности пойти по этому художественному долгому пути с самого детства, то у тебя, скорее всего, всё, нет возможности стать художником, это уже совершенно не так. Сейчас, особенно в постсоветских странах, большая проблема высшего образования с полной оторванностью его от применения того, чему они учат. Ну и не говоря про коррупцию, полную водянистость и некачественность программы и всё такое. Сейчас, благодаря всему этому, художнику ещё не нужна студия. Конечно, это хорошо иметь, особенно, настолько удалённое и большое пространство, в которое ты можешь прийти. И, например, если хочешь заниматься именно масляной живописью, да, конечно, студия это круто и для запахов, и для места высыхания картины, и для всего. Я рисовала на мольберте, привязанном к стулу, и сидела на другом стуле напротив этого стула. А при раскладывании дивана, чтобы спать, иногда постелью стирала то, что нарисовала на холсте. Но если вопрос поиска возможностей, чтобы рисовать, можно рисовать и так, и на кухне, и не маслом, и даже не акварелью, а на том же компе. Он даёт невероятный буст компактности. Под компом я не имею в виду стационарник, рендер-машину. Это может быть, если для небольших работ, не самый сильный ноут, как минимальный набор, даже планшет, как многие рисуют на iPad, и это единственный инструмент. Но со многими профессиями и с рисованием есть тоже такой прикол, что благодаря тому, что в неё можно перейти, переход в неё или обучение ей часто происходит как бы после другой занятости. И круто, если после, имеется в виду, что человек заинтересовался, накопил, бросил работу, какое-то время дал себе поучиться, потом поискать новую работу, набрать какое-то количество заказов, и постепенно вот у тебя уже снова достаточно денег, и ты как бы прошёл этот или период траты накоплений, или период какого-то меньшего заработка. Многие люди не имеют возможности вообще не работать, и получается двойная занятость. А обучение — это очень сложный для мозгов процесс, который требует, мне кажется, часто больше концентрации и траты сил, чем даже просто работа над тем, что ты уже знаешь, как делать. Поэтому возьми больше курсов, пока не напряжённый график, как было в начале ковида. Это, мне кажется, бич нашего времени, но это далеко не самое страшное из всего, что было, типа там 16-часового рабочего дня и отсутствие отпусков. Я надеюсь, скоро нигде в мире такого больше не будет. Как один автор говорил, вы будете пахать, и вам не до жизни. Пахать на работе для денег, и ещё 5-6 часов в день над своим комиксом. Мне кажется, это звучит очень грустно, и учитывая все возможные случаи и недомогания, не очень надолго. Я знаю, что очень многие авторы так и живут. И очень многие комиксы не делаются до конца и по каким-то причинам обрываются. Мне кажется, основная причина вот эта. Но благодаря частичной занятости, фрилансу, цифровизации и в целом изменению отношения к тому, что такое творчество, потому что чем больше людей имеют возможности, а неправда больше имеют возможности, чем раньше, на мой взгляд, заниматься чем-то, даже если это раскоровский антистресс. Кстати, в среде колористов очень много можно интересного посмотреть, и просто как они увлечены этим. И, например, о профессиональных художественных материалах, о которых хочется что-то посмотреть, как они используются, сравнения. И в отличие от многих художников, которые на такие дорогие материалы жлобятся, колористы могут купить все карандаши мира, сравнить их и рассказать об этом. Вот это людей прёт. Меня поражает. Там, где художник может сидеть и думать, что лист белый, а карандаш дорогой, какие-то люди без моральных страданий. И тут я подумала, что такой комментарий был, скорее всего, реакцией именно на Бэнкси и впечатление того, что художники — это только как Бэнкси, а его работы дорогие. И мне кажется, есть стереотип, что художник и творчество — это только те люди, которые очень долго что-то делают, что-то маленькое, по объёму самой конечной реализации и продают за очень дорого. А иначе ты не художник, ты дурью маешься. Не дано. И тут я могла бы сказать то, что часто слышала. Но художники нужны во многих сферах. Например, видеоигры. И много примеров того, какие есть большие игровые компании и сколько получают, например, тимлиды там. Или вот есть большие компании по комиксам, когда приводят в пример, что вот комиксист — это не обязательно какой-то тунеядец-алкоголик. Но тут мне вспомнилось интервью ДТФ. Меня спросили, как я отношусь к комиксистам, работающим в Marvel DC. И хочу ли я там работать. И я сказала, что если они этого хотели, это круто. И если будет интересный проект, к которому я подхожу, то тоже круто, но у меня такой цели нет. И почему-то большинство комментариев были с возмущениями о том, что я вру. Что я пыталась, и меня не взяли, например, или что-то подобное. Да кому ты нужна? И вот всё по такому типу. И это мне напоминает очень много слов в Твиттере философов-айтишников про то, что если ты не хочешь идти, войти за деньгами, то ты просто ленивый неудачник, который сам выбрал быть бедным. И меня удивляет, что многие люди почему-то не понимают, что есть те, кто просто хочет заниматься своим делом и жить достойно, но достаточно. Жить, конечно, хочется всем, и жить хорошо. Но это не значит, что ты готов делать что угодно, или если ты хочешь быть художником, то обязательно с заработком Бэнкси. А вот просто главное, чтобы делать то, что нравится. Если это тяга к успеху, чтобы отделиться от опасности бедности, то мне кажется, куда логичнее осуждать очень распространённое пока что в мире явление, как работающие бедные, а не тех, кто хочет посвятить себя близкому делу и просто жить с этого, ища возможности для этого. Не больших дядь, которые дадут деньги, не огромную компанию, которая даст тебе ощущение, что-то ценный кадр, не название настоящее творчество, а такую же работу, как и многих других, то, что можно назвать малый бизнес. И в конце концов, возвращаясь к фразе про то, что заниматься творчеством сейчас никому не по карману, многие люди и раньше, и сейчас занимаются творчеством в бедности и, можно сказать, в нищете, идя на это сознательно, для того, чтобы было в возможности время этим заниматься. А некоторые занимаются им, зная, что то, что они сделали, уничтожат, а их за это могут осудить и просто морально, и законодательно. Поэтому человек, если хочет, поразительно изобретателен в поиске возможностей реализовать свою тягу, желание, мечту. Поэтому я желаю, чтобы ваши мечты реализовались. Мира, здоровья, удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok